В спортивном комплексе «Флагман» прошел муниципальный этап городских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В соревнованиях приняли участие не только команды юношей, но и девушек. Четыре возрастные группы – юниоры 2001-2002 года рождения, старшая группа – 2003-2004 год рождения, средняя – 2006 и младшая – 2007 год рождения и моложе. Соревнования разделены на три этапа. Первый этап – муниципальный. В нем по итогам игр среди футбольных команд школ выявляют сильнейшую команду в своем округе. Далее эта команда принимает участие во втором этапе – зональном. Команды-победительницы финального этапа соревнований в каждой возрастной группе среди мальчиков награждаются футбольными полями с искусственным покрытием размером 40 на 20 метров, кубками «Новотек Кострома», дипломами, лучшие игроки – грамотами. Команды-победительницы получают право выступать в третьем этапе соревнований. Команды-победительницы среди девушек финального этапа соревнований награждаются кубками «Новотек Кострома», дипломами, лучшие игроки – грамотами. Команды-победительницы также получают право выступать в третьем этапе соревнований. Цель организаторов данного проекта – поддержать одаренных ребят, которые есть в каждой команде, чтобы у них была возможность заниматься футболом более профессионально. Победитель в дальнейшем выходит в зональное соревнование и, соответственно, выигрывая зону, попадает на областной финал. Интерес в том, что последние три года среднюю и старшую группу под свое крыло взяла компания «Новотек». Ну и помимо того, что есть шанс выйти на финалы центрального федерального округа и так далее, «Новотек» на уровне области стимулирует своими призами, экипировкой. Ну и победителю в средней и в старшей группе в городе команды победителей строится спортивная площадка с искусственным покрытием. В младшей группе победителем стала команда школы номер 13. В средней группе 2005-2006 тоже 13-я школа выиграла. В старшей группе победителем стала команда школы номер 2 и в юниорах победила команда школы номер 9. В общем-то, все школы наши будут представлять город на зональном этапе, который пройдет 15 ноября здесь, в спортивном комплексе «Флагман». У всех есть возможность показать себя, выйти в областной финал. Ну и стоит отметить, что турнир прошел при большом стечении участников. Игры проходили особенно полуфинальные, финальные в упорной борьбе. И зачастую победителя выявлял там один мяч. Допустим, в последней игре по старшей группе вообще все решено было на последних секундах матча. То есть три команды претендовали, и в итоге вторая школа забивает гол и становится победителем. А так шансы были в 9-й, в 13-й. Но одинаковое количество очков набрано, и только по дополнительным показателям команды становились победителем этого турнира. Это говорит все-таки о том, что вид спорта популярный и в школах развивается. На зональном этапе, что касается проводимого под эгидой «Новотек», у нас приезжает Судиславль, Сусанина, Солигалич и Буйский район. А тот, что проходит по младшей и по юниорам, там у нас приезжает Галич, Солигалич, Сусанина и Буйский район. Ну то есть вместо Судиславля будет еще Галич. Ну ближайшие наши соседи, как бы у нас лучший зал, поэтому едут к нам. Вполне возможно, что один из финалов здесь проведем. Впервые в муниципальном этапе от школ приняли участие три команды девушек. Это команда школы номер один, школы номер два и школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. Прочитав положение, изъявили желание. И что самое интересное, уже позвонила Сусанина, на зональный этап тоже привезет команду девочек. То есть они не просто попадут в финал, а еще придется отбор какой-то проходить. То есть как бы популярность женского футбола растет, я так понимаю. А, то есть женского футбола будет быть. Кто вообще готовит эти команды? Они на базе школ подготовки? Да, это мини-футбол школа, это чисто школьные команды. В основном вся нагрузка лежит на учителях физкультуры. Ну, скажем, у первой школы, вот зауч занимается этим, сама позвонила, предложила, что да, мы будем участвовать. Мы только рады. То есть мы специально не стали их смешивать с мальчишками в соревнованиях, чтобы они отдельно, спокойно пришли, могли отыграть, выделили им время. К сожалению, не удалось команде девятой школы, потому что одна из участниц уехала на всероссийские соревнования. И говорят, что была бы она здесь, то команда бы тоже была. Поэтому, ну, четыре школы выставляют очень хорошо. И самое главное, что они отозвались, вот сами видите, по 10-12 человек пришло и с желанием, и, ну, посмотрим, будем их в дальнейшем стараться проводить. Так, а азональный этап женских команд когда будет? То же самое, 15 ноября, да, в один день это будет уже проводиться не нами, а областной федерацией. Соответственно, в один день все команды приедут и 15 ноября здесь выявят финалистов областного этапа. Среди команд девушек места распределились следующим образом. Первое место завоевала команда школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. Второе место – школа номер 2. И третье место завоевала команда девушек школы номер 1. Лучшими игроками в командах признаны София Коленцова, учащаяся второй школы, Доминика Соколова, представительница команды школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова, и Анна Смирнова, учащаяся школы номер один. Впечатления после игры? Нормально. Устали. Вы довольны той игрой, которую вы провели? Нет. Может лучше? Может лучше. Может и лучше. Подскажите, пожалуйста, вообще как формировалась команда? Как давно вы играете в футбол? И чем вы вообще занимаетесь? Каким видом спорта? В футбол. Игра в футбол недавно. Неделю? Нет, неделю. Вот мы приехали по сценарию, только там уроку сегодня. Почему вы решили участвовать сегодня вот в этой игре именно по футболу? Что вам это дает? Разнообразие тоже нужно в жизни. Попробовать все виды спорта. Для вас сложнее футбол, чем баскетбол? Да. Нет. А почему? Потому что ногами. Речь идет про мяч, чем ногами. Шесть. Может быть, просто не хватает подготовки? Да, возможно. А как шла подготовка? Кто вас тренировал? Я, я, я. Я Еленин Петрович. Я только не могу. Они нам помогали. Мы старшие ребята. Мальчики. А, то есть рассказывали как? Да, играли с нами. Хорошо, сейчас прошла у вас первая игра. Вы сейчас всей командой сядете и обсудите ошибки. Да, да. Ну, да. Скажите, пожалуйста, команда, с которой играли, достойные соперники? Насколько грустно было? Да, да. Они старшие, они старались, достойные соперники, в общем-то. Я так полагаю, что настроена победа? Да. Что всем пожелаете? Дальше. Дальше.